Если честно, физически очень тяжело. Я пропрыгал 10 минут, да. Моя физическая активность в это время года на минимуме, но я думал, что я смогу больше. 10 минут вы в шоке. Количество прыжков на период за 10 минут такое же, как у вас за весь день в парке. И от работы здесь какие-то моменты гораздо проще, легче и дешевле. Поэтому, если вы хотите прогрессировать в джибинге и все, что с ним связано, рекомендую тренировочную досочку именно для перил и для батута. Она не режет сетку кантами. Ее грани плоские и ровные. На ней очень комфортно, она легкая, но при этом у нее сердечник точно такой же, как и у обычного сноуборда. Скользя, кстати, точно такой же. Крепы обычные сноубордические. Все очень просто. По всем вопросам ВКонтакте. ВК.ком. Сноуборд. Я пошел отдыхать. Что касается разницы между обычной доской, допустим, это моя стандартная парковая доска. Я на ней больше всего катаюсь по перилкам и между тренировочной доской. Разница в том, что на этой вы тратите немножко меньше сил. Вам проще заходить на вращение, так как длина доски маленькая, ее легко прокрутить. Минус тоже есть. Допустим, на этой доске тяжело пробовать делать прессы. На этой я попробовал. Все-таки элемент прессы на стандартной доске дается лучше. Ну и, конечно же, я бы рекомендовал все новое делать на маленькой доске, а потом переносить на большую. Да, физически это сложнее, но, наверное, в промежуточном этапе между маленькой доской и просто трубой у вас дома или в гараже, и между трубой на склоне, должен быть еще один промежуточный хотя бы момент. Это прыжки на ту же перилу, но на вашей нормальной доске, чтобы вы к габаритам все-таки привыкли. Потому что здесь вы можете расслабиться и уже не переживать, что вы черпните доской нижнюю кромку перила, а это все-таки вас поставит на место. Радиус у нее большой, соответственно, вам прыгать нужно выше, чтобы заблаговременно завести досочку над перилкой. Я далеко не гуру в джибинге, но рекомендую тренироваться, чтобы получать меньше травм, и чтобы ваше катание было более зрелищным. Здесь я просто на личном опыте проэкспериментировал и рассказываю вам про свои собственные ощущения. Я думаю, что человек, проводящий на перилах гораздо больше времени, чем я, сможет показать это несколько лучше. Возможно, он это сделает в будущем. А, да. Еще у нас есть досочка для тех, кто уделяет время фристайлу на батуте. Здесь несколько взят, здесь очень плотная пена. Она лучше гнется, но на перилках будет показывать себя несколько хуже. Дизайн той же, цена та же, все, в принципе, абсолютно то же самое, но она чуть более подвержена механическому повреждению. Соответственно, такую досочку лучше брать на сетку. Если у вас свой батут или вы ходите на тренировки в батутной комплексе, рекомендую заиметь свой. Опять же, это даст вам максимум комфорта потом в исполнении этих же трюков на периле или на трамплине. Есть доски с креплениями именно под кроссовки. Это тоже как бы как вариант, но там он, наверное, больше служит для того, чтобы просто зайти на флиповое вращение. Но когда вы будете кататься на своей доске, ваши ноги будут работать по-другому. Потому что прыгать в тапочках, где у вас ничего не держит сустав, и прыгать в сноубордических ботинках, это несколько разные вещи. Дотянуться до греба будет по-другому. В общем, если вы собираетесь переносить это все на сноуборд, а не просто заниматься такого вида аэробикой, я рекомендую прыгать сразу же в своих ботинках и сразу же в своих креплениях. Для этого вам потребуется приобрести только доску. Мы постарались ее сделать красивой, чтобы вам было приятно заходить со своей классной доской, а не с каким-то пуском поролонного вокала, который выглядит не как. До встречи! Как самим сделать трубку, на которую, собственно, запрыгивать на тренировочном сноуборде? Конечно же, можно купить у Addict Snowboards, но она стоит космически дохера за нихера, за кусок пластика. Соответственно, можно взять просто кусок водопроводной трубы, ее диаметр не важен. Я здесь отмерил 120 сантиметров и, собственно, просто открыли его обыкновенной ножовкой по металлу. Открыл я ножовкой по металлу, потому что у меня спит ребенок, так бы я, конечно, в лодку взял. Давай, давай, давай! доску до самого конца все собственно доска пропихана вам сейчас остается найти серединку этой трубы скорее всего это вот эта синяя полоса будет и по краям вкрутить буквально два самореза чтобы они просто держались желательно сначала прозинковать чтобы вы доской даже в теории не могли за него зацепиться и и лишний раз кацануть и все у меня под рукой было сверло восьмерка поэтому вылазит вылазит значит все будет в порядке прыгать уже можно но пока еще некрасиво для основания я сделаю просто из двух досочек такие гладкие края рубаночка шлифом и будет прекрасное основание чтобы труба у нас держалась хорошо после того как мы обработали ее рубанком она приняла правильную форму чтобы она была гладенькая красивая ее еще нужно зашлифовать вот такой роторный шлифмашинку и и и и всем привет я папа а это все что осталось это прикрутить наши стоечки по краям и все можно испробовать когда я подумал о том чтобы озвучить ценник за доску для прыжков на батуте и на перилке осознал что предложение будет не полноценное соответственно решил показать вам как сделать такую трубу самостоятельно а если вам не хочется этим заморачиваться теоретически можете заказать даже ее и у нас в комплекте ценники озвучу чуть позже она будет стоить совершенно недорого ну что ж давайте теперь затестируем что за бочонок у нас получился молодец попробую стоять да ты быстро тут накатаешься молодец давай 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 устоять устоять ноги пошире чуть-чуть поставь и теперь спрыгивай вниз молодец да не любит когда он помогает застегиваться любится сам делать держи держи баланс держи молодец молодец вот эту ножку подтягивай круто круто молодец я тебе буду помогать запрыгивать и балансируй если ваш ребенок плохо засыпает десять минут вот таких экзекуста и все уходят с царства морфея на раз-два 50-50 хоп вот слайд хоп дрыгаешься как джага джага попробуй стоять молодец 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 отлично отлично 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 поближе чуть-чуть подползли устал отдохнешь но вы поняли да что уже эксперимент так удалось что это такое вон тут большой молодец Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Какие высокие полеты были! Субтитры сделал DimaTorzok